7 часов вечера в Нью-Йорке на RTVI время новостей. Я Екатерина Катрикадзе и мои коллеги расскажем о главных событиях в мире к этому часу. Ведущие индексы Нью-Йоркской фондовой биржи падают на фоне скандалов вокруг Facebook и Amazon. Дональд Трамп покатал перед Белым домом пасхальные яйца и рассказал об успехах американской экономики. В сумме больше 40 миллионов долларов. В России по подозрению в хищении арестованы совладельцы сумма групп братья Магомедова. В Оклахоме и Кентукки закрыты школы. Тысячи учителей вышли на демонстрации с требованием повышения зарплат. Прерванный полет беспилотника. Первый российский почтовый дрон не улетел дальше ближайшего дома. Об этих и других новостях подробнее прямо сейчас. Падение на американском фондовом рынке. Индекс Доу-Джонса рухнул на 700 пунктов и потерял почти 3%. Примерно на такой же уровень снизились индексы NASDAQ и S&P 500. Эксперты объясняют падение на бирже непростой ситуации, с которой столкнулись сразу две крупные IT-корпорации США. Компания Facebook оказалась под огнем критики из-за проблем с утечкой персональных данных. За последние две недели крупнейшая соцсеть планеты потеряла 83 миллиарда долларов. Проблемы возникли и у компании Amazon. На нее обрушился с критикой Дональд Трамп, хозяин Белого дома. Сегодня в очередной раз в Твиттере обвинил компанию в монополизации рынка. Стоимость акций Amazon упали на 5%. И это тоже миллиарды долларов потерь. Но еще одной причиной падения котировок экономисты называют угрозу торговой войны на фоне решения Китая повысить пошлины на десятки американских товаров. Власти КНР не скрывают, что это ответ Белому дому. Несколько недель назад США повысили пошлины на импорт стали и алюминия. И вот теперь Китай объявил о своей реакции. В общей сложности в списке 128 товаров. Введены пошлины на фрукты и вино в размере 15%. Пошлина на свинину составит 25%. Аналитики уже называют увеличение тарифов на импорт американских товаров в Поднебесную одним из наиболее болезненных ударов по репутации Трампа. Дело в том, что свиноводческие фермы в США находятся как раз в тех штатах, которые активно поддержали кандидата от республиканцев на последних президентских выборах. По оценкам китайских властей, сегодняшнее повышение пошлин обойдется США в 3 миллиарда долларов. Для потребителей значит, что в Китае это все подорожает. Для американских производителей это будет означать некоторую потерю доли рынка в Китае. Для американских же потребителей это означает, что те люди, которые работают на экспорт, они могут потерять свои работы или, допустим, могут сократиться их часы в зависимости от того, как будет развиваться эта ситуация. И это значит, что это может привести к росту безработицы. Напомню, в марте президент США Дональд Трамп подписал меморандумы о повышении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Официально поводом для этого стали выводы расследования о нарушении интеллектуальных прав американских компаний в Китае. В Белом доме тогда заявили, что повышение пошлин на стали и алюминий обойдется Китаю в 60 миллиардов долларов. Также Трамп тогда поручил Министерству финансов проработать ограничения для китайских инвесторов. Добавлю, что решение Трампа повысить пошлины на импорт металлов резко осудили партнеры Соединенных Штатов, в том числе Канада и Мексика. Там заявили, что новые тарифы ударят в том числе и по их экономике. Вопреки опасениям экспертов о грядущей торговой войне с Китаем и не только, а также дальнейшему падению на биржах, президент США уверен, что американская экономика сильна как никогда. Об этом Дональд Трамп заявил сегодня на традиционном пасхальном катании яиц перед Белым домом. Это особый год. У нашей страны все прекрасно. Посмотрите на экономику, посмотрите на то, что происходит. У нас никогда не было такой экономики, как сейчас. И мы сделаем ее еще больше, лучше и сильнее. Наша армия скоро достигнет уровня, на котором она не была еще никогда. Очень важно финансировать нашу армию. Сегодня с нами очень много военных. Только подумайте о 700 миллиардах долларов, которые пойдут на финансирование военных сил в этом году. И я хочу поблагодарить всех. Музыканты невероятные. Я люблю вас. Таких талантливых музыкантов еще поискать надо. Спасибо. Церемония катания пасхальных яиц прошла в американской столице в 140-й раз, соревнуясь с обитателями Белого дома. Дети катают деревянные яйца по всей лужайке перед президентской резиденцией. После этого, по традиции, первая леди читает гостям пасхальные истории. К слову, участников праздника отбирают на основе открытой лотереи, которая проводится в феврале. Дональд Трамп предложил Владимиру Путину встретиться в Вашингтоне. Это подтвердили сегодня в Белом доме. А ранее об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Трамп пригласил Путина в Вашингтон во время телефонного разговора 20 марта. Это тот самый звонок, перед которым главу американского государства просили не поздравлять Путина с переизбранием. Просили советники. Так вот, в ходе разговора Трамп Путина все-таки поздравил. А по данным NBC, еще и пообещал российскому коллеге выиграть гонку вооружений, если потребуется. Правда, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков информацию об угрозах опроверг. Зато приглашение посетить Вашингтон точно было. Однако о сроках встречи до сих пор ничего не сообщается. Напомню, что до этого Трамп и Путин встречались в июле 2017 года. Их разговор длился примерно два часа. И в ноябре тогда президенты только пожали друг другу руки и не имели возможности пообщаться с глазу на глаз. Президент США сегодня провозгласил смерть программы по защите от депортации нелегальных иммигрантов, так называемых мечтателей, которых в Америку еще детьми привезли нелегалы родители. Программа носит название Дака. В последние месяцы она стала камнем преткновения на Капиталистском холме. Дональд Трамп хочет провести иммиграционную реформу. Демократы согласились, было на ряд уступок, но ничего не вышло. Торг включал и тех самых мечтателей, и стену на границе с Мексикой, и отмену лотереи Гринкард. Сегодня стало понятно, что компромисс невозможен. Впрочем, Трамп призывает Конгресс принять законопроект по иммиграции и защите границ. Глава Белого Думы даже требует от республиканцев прибегнуть к так называемому ядерному варианту голосования, то есть вообще проигнорировать позицию либералов в американском парламенте. Регина Фокс продолжит. Дака мертва, в этом виноваты демократы, а Мексика ничего не делает, чтобы остановить поток нелегалов США. Так вкратце можно описать целую серию сообщений американского лидера в его твиттере за прошедшие выходные. Демократы хотят, чтобы не было границ. Отсюда и наркотики, и преступность. Про нелегалов Трамп говорил даже по пути в церковь на воскресную пасхальную службу. Много людей прибывает, потому что они хотят воспользоваться Дака. У них был шанс, они его упустили. Процесс по отмене программы защиты младых нелегалов от депортации администрации Трампа начала еще осенью прошлого года. Сегодня я здесь для того, чтобы объявить. Программа, известная как Дака, принятая во время администрации Обамы, будет аннулирована. Дака расшифровывается как Deferred Action for Childhood Arrivals. По-русски конструкция звучит очень тяжело и не совсем понятно. Отложенные действия в отношении тех, кто прибыл в детском возрасте. Критерии у Дака, тем не менее, четкие и ясные. Под эту программу подпадали те, кто соответствует следующим критериям. Прибыл в США до 16 лет. На 15 июня 2012 не достиг 31 года. Учится в школе или уже получил аттестат зрелости и собирается продолжить обучение в ВУЗе или отслужил в армии США, а также не имеет криминального прошлого. Получив легальный, хоть и временный статус, дети нелегалов могли учиться в ВУЗах и работать без страха быть депортированными. Это примерно 800 тысяч человек. Программа должна была прекратить свое действие в начале марта. Однако федеральные судьи в Нью-Йорке и Калифорнии постановили, что некоторые положения Дака должны оставаться в силе до окончания судебных разбирательств по этому вопросу. И теперь, как утверждает Трамп, американскую мечту мечтателей убили демократы. Представители партии Асла напоминают, что уже согласились на требования Трампа и были готовы профинансировать меры по усилению безопасности границ. Но, конечно же, Даку они не убивали. Президент повторяет одно и то же, и в этом нет ни толики правды. Это всего лишь уловка. Президент скажет, что угодно, в надежде, что ему дадут денег на строительство стены на границе. Помимо этого, по словам демократов, поток иммигрантов через американо-мексиканскую границу снижается, а не растет, как утверждает президент Трамп. Через Аризону, Нью-Мексико, Техас и другие приграничные штаты поток иммигрантов сократился. Иммигранты прибывают в страну другими путями. Факты противоречат тому, что говорит президент. Тем не менее, Трамп даже грозит разорвать торговое соглашение с Мексикой, если она не приложит больше усилий для охраны границы США. По всей видимости, глава государства говорит о НАФТО. Договоре о свободной торговле между странами Северной Америки. В настоящий момент Канада, США и Мексика все еще ведут переговоры по пересмотру условий этого соглашения. Помимо этого, Дональд Трамп призывает сенаторов прибегнуть к так называемому ядерному варианту голосования по вопросу ужесточения иммиграционного законодательства. Ядерные опции в США называют парламентскую процедуру, которая позволяет Сенату принять решение простым большинством голосов. В настоящий момент для одобрения любого документа его должны поддержать как минимум 60 членов Верхней Палаты Конгресса США. Соискатели американских виз должны будут указать все свои аккаунты в соцсетях за последние пять лет. Такое правило собирается ввести Госдепартамент США. Речь идет о заявках на все категории виз. Аналогичное предложение уже выдвигали в Белом доме в прошлом году. Однако тогда власти США предлагали собирать данные об аккаунтах в соцсетях лишь у тех, кто собирается приехать в Штаты на ПМЖ. Теперь же список расширили и добавили вообще всех с ССК телевиз. Это около 15 миллионов человек в год. При заполнении анкеты им придется указывать все свои аккаунты в соцсетях. Список состоит из примерно 20 наименований. В основном речь идет об американских социальных сетях, таких как Facebook, YouTube и Twitter. Но есть там и иностранные, китайские или российская сеть ВКонтакте. Скептики опасаются, что идея Госдепартамента грозит дополнительными бюджетными расходами, поскольку огромный массив сведений предстоит кому-то обрабатывать. Причем часто сведения эти нужно будет переводить на английский. Помимо этого Белый дом обвиняют в покушении на свободу слова, ведь теперь соискатели американской визы должны будут подбирать слова в соцсетях, чтобы не вызвать подозрений у иммиграционного офицера. При этом стоит напомнить, что о подобных мерах впервые заговорили задолго до прихода к власти Дональда Трампа. Идею предложили сразу после терактов Сан-Бернардино в 2015 году, когда выяснилось, что его исполнители активно писали в соцсетях о своих намерениях совершить джихад. Добавлю, что предложение Госдепартамента должно еще получить одобрение бюджетного управления Белого дома. Израиль и ООН согласовали условия высылки из страны тысяч нелегалов из стран Африки. Ранее израильские власти поставили беженцам ультиматум, либо они возвращаются на родину, либо им грозит тюрьма. Теперь же более 16 тысяч африканских мигрантов отправят в западные страны, в том числе в Канаду, Германию и Италию. Еще столько же нелегалов получат временный вид на жительство в самом Израиле. Тех, кому дадут легальный статус, расселят по всей территории еврейского государства и помогут адаптироваться, в том числе предложат работу. Как пишут израильские издания, даже с учетом этих договоренностей, судьба более чем 6 тысяч нелегалов из стран Африки так и остается нерешенной. Тем временем президент Турции назвал премьер-министра Израиля террористом. Реджеп Тайп Эрдоган выступил с таким заявлением на съезде своей партии справедливости и развития. Эрдоган охарактеризовал недавние действия Израиля на границе с сектором газа как резню. Бенемин Таньягу напомнил президенту Турции о том, что его страна в 1974 году оккупировала северную часть Кипра, а сейчас вторглась в Сирию и, цитата, уничтожает жителей Африна. В причинах очередной перепалки между главами Турции и Израиля разбирался шеф Ближневосточного бюро РТВА Евгений Сава. Отношения между Турцией и Израилем за последние 9 лет переживают очень непростые времена. Все началось еще в 2009 году, когда Израиль проводил операцию литой свинец в секторе газа. Тогда именно в тот момент турецкий лидер и взял курс на ухудшение сотрудничества с еврейским государством и сближение, например, с организацией ХАМАС или другими радикальными элементами на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, в Израиле надеялись, что извинения, которые Иерусалим официально принес Анкаре за гибель турецких граждан во время флотилии свободы, затем выплаты компенсации, как-то приведут к улучшению отношений. И действительно, например, товарооборот между странами остается довольно высокий. Но, тем не менее, несмотря на все эти попытки, тем не менее, Эрдоган продолжает делать подобные антиизраильские заявления. И вот, в частности, события минувшей пятницы на границе между Израилем и сектором газа стали поводом для очередных нападок со стороны турецкого президента на Израиль. Наши солдаты преследуют угнетенных людей в Африне. Нетаньягу, ты странный, ты так слаб. Соберись. Мы имеем дело с террористами. Но тебя не волнуют террористы, потому что Израиль – государство террора. То, что Израиль сделал в Газе, очевидно. То, что он сделал в Иерусалиме, очевидно. Бениамин Итаньягу, премьер-министр Израиля, он же глава МИДа, не стал молчать. И ответ турецкому лидеру он решил написать на своей страничке в Фейсбуке. Причем сделал это не только на иврите, но и на английском, и на других языках, в том числе на русском. И вот, что заявил израильский премьер-министр. Эрдоган не привык, что на его заявления отвечают. Ему пора начать привыкать. Тот, кто оккупирует север Кипра, вторгается на курские территории, убивает гражданское население в Африне, не может читать нам нотации о ценностях и морали. Многие эксперты, говоря о развитии отношений между Турцией и Израилем, говорят, что нужно разделять между Эрдоганом и Турцией. Несмотря на такие высказывания, несмотря на попытку все время уколоть Израиль, тем не менее нужно относиться к событиям в Турции и смотреть на причины, почему Эрдоган ведет себя подобным образом, исключительно из-за внутриполитических причин и не делать поспешных выводов. В частности, об этом говорит видный специалист по Турции профессор Эфраймин Бар. Израиль должен жестко отвечать Эрдогану, когда того требует ситуация. В то же время нужно быть очень осторожным и уметь разделять между Эрдоганом и турецким народом. Не все в Турции разделяют позицию Эрдогана по вопросу отношения к Израилю. Не все также голосовали на выборах за Эрдогана. Многие в Турции, особенно в демократическом лагере, считают, что Израиль важный партнер Турции и это нужно помнить. Теперь в Израиле говорят, что не надо спешить разрывать отношения, не надо спешить отзывать посла. Здесь, можно сказать, выработали некий антивирус к подобным заявлениям Эрдогана. Конечно же, это неприятно. Конечно же, здесь нужно ставить Эрдогана на место. Так, по крайней мере, считает израильский премьер-министр, считает министр обороны. Но, тем не менее, посол израильский по-прежнему работает в Анкаре. И здесь надеются, что подобные высказывания Эрдогана и ответ, соответственно, Нитанягу не приведут к ухудшению отношений. Возможно, Турция и Израиль смогут найти общий язык и далее как-то дружить, как это было, скажем, 10 лет назад. Евгений Сава, Владимир Плоткий, Ближневосточное бюро, RTVI, Израиль. Массовые акции протеста учителей прошли сегодня в Оклахоме и Кентукки. Десятки тысяч преподавателей вышли на улицу с требованием повысить зарплату. Законодательное собрание штата Оклахомы на минувшей неделе уже утвердило повышение оклада для учителей в среднем на 6 тысяч долларов в год. Однако, сами преподаватели считают это повышение недостаточным и требуют увеличить размер оплаты труда на 10 тысяч долларов в год. По официальным данным, Оклахома находится на предпоследнем месте в США по уровню зарплаты учителей. Во время акции протеста педагоги рассказали, что положение в учебных заведениях настолько тяжелое, что некоторые школы Оклахомы работают лишь 4 дня в неделю, экономят электроэнергию. Добавлю, что это уже вторая крупная акция протеста учителей в США несколько недель назад. Аналогичные демонстрации прошли в Западной Вирджинии и тогда преподавателям удалось добиться повышения зарплат. В Нью-Йорке открыли мемориал памяти жертв трагедии в Кемерове. В одном из скверов недалеко от Брайтон-Бич появился плакат с надписью «Кемерово. Нью-Йорк с тобой». Десятки представителей русскоязычной общины несут к этому месту цветы и детские игрушки в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». На открытие мемориала пришли и те, кто сам когда-то приехал в США из Кемерово. У нас погибло три очень близких нам человека. Слава богу, не семьи, но очень тяжело это тоже переживаем. У них остался сын, 17-летний. У него погибла мама, отец и сестра. Так что чем мы сможем, тем мы поможем семье. В голове не укладывается, в сердце не укладывается, в душе не укладывается. Как вообще может такое произойти? Погибла дочка знакомой. Помимо этого, в принципе, для всех кемеровчан, думаю, даже для всех россиян. Это все равно мы одна большая семья. Тем более, когда это затрагивает деток, это касается сердца каждого. Напомню, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В этот момент внутри находились сотни людей. Среди них было много детей. По словам очевидцев, в считанные минуты едкий дым распространился по всему зданию. Пожарные выходы из кинозала оказались закрыты, сигнализация отключена. По официальным данным, 64 человека погибли. В результате этого пожара из них 41 ребенок. Сразу после пожара в центре Кемерово прошел многотысячный митинг. Разгневанные жители требовали назвать точное число погибших, а также объяснить, как могла произойти эта трагедия. Губернатор Кемеровской области Амантулеев через семь дней после пожара ушел в отставку. Арест совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых. Это не разовая акция, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом комментировать само дело в Кремле отказались, поскольку еще идет следствие. Диевудина и Магомеда Магомедовых арестовали в выходные. Их подозревают в хищении бюджетных денег. 2,5 миллиардов рублей. Это около 43,5 миллионов долларов. Акции компаний, входящих в группу «Сумма», в понедельник начали торги с внушительного падения. Отдельные активы потеряли более пятой части стоимости. И к закрытию торгов так и не отыграли потери. Другие, впрочем, к вечеру почти восстановились. Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сегодня не исключил, что арест Магомедовых может разрушить их бизнес. Об империи, которую рискуют потерять братья. Сергей Морозов. Совсем недавно долларовый миллиардер, 63-е место в списке «Форбс» Зиевудин Магомедов, в числе ведущих бизнесменов, встречался с Владимиром Путиным в Кремле. А сейчас находится под арестом в СИЗО Лефортово, и ему предъявлены обвинения, которые тянут на пожизненное заключение. Совладелец группы «Сумма» вел крупнейшие инфраструктурные проекты в России, реставрировал Большой театр, и арест стал для него полной неожиданностью. Он оказался в изоляторе без вещей, и теперь адвокаты ищут, как бы их туда переправить. Вместе с бизнесменом арестован его брат Магомед Магомедов и экс-глава компании «Интекс», входивший в сумму, Артур Максидов. Следствие обвиняет их в хищении более двух миллиардов рублей. Братьев Магомедовых задержали в момент, когда они готовились вылететь в Соединенные Штаты. Суд отказался отпустить Магомедова под залог, хотя сумму залога предлагали заоблачную – 2,5 миллиарда рублей. Сейчас арестованные находятся в отдельных одиночных камерах, сообщил РТВАй секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. «Перез несколько дней их уже поместят в камеры с сокамерниками. Условия определенным образом улучшатся. Сейчас они сидят там, читают книги. Ну вот Магомед Магомедов, я обратил внимание, читал «Карагзина. Историю государства российского». Второй брак, по-моему, тоже какую-то историческую литературу, но я не обратил внимания». Дело против бизнесменов ведется масштабное. Служба экономической безопасности ФСБ и Главное управление экономической безопасности МВД провели обыски по 70 адресам в 25 регионах России. В деле, как удалось выяснить изданию «Эдебелл», семь эпизодов. И каждый из них о хищениях на сотни миллионов рублей. В частности, руководителей группы «Сумма» обвиняют в том, что они обманули федеральную сетевую компанию на 650 миллионов, присвоили более миллиарда при строительстве футбольного стадиона и аэропорта в Калининграде, а также украли 668 миллионов при строительстве метро на Крестовском острове в Петербурге. Группе «Сумма» принадлежит один из ценнейших инфраструктурных активов России – Новороссийский морской торговый порт, а также доля в операторе «Трансконтейнер», очень прибыльная отрасль железнодорожных перевозок, доля в объединенной зерновой компании и якутская топливно-энергетическая компания. До недавнего времени Зиевудина Магомедова связывались с Дмитрием Медведевым и Аркадием Дворковичем. Бизнесмен был сокурсником Дворковича на экономическом факультете МГУ. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг предположение, что арест братьев Магомедовых мог быть частью политической борьбы в России в преддверии формирования нового кабинета. Он сказал, что все разговоры о том, что это удар по Медведеву – политологические пересуды, но добавил при этом, что масштабные расследования о том, как расходуются бюджетные средства и как исполняется госзаказ, будут продолжены. Ни один из арестованных не признал в суде своей вины. Братья Магомедовы и Артур Максидов арестованы на два месяца, скоро их переведут в общие камеры. Сразу после ареста были разговоры о том, что их поместят в так называемый «Кремлевский СИЗО в матросской тишине», то есть камеры, сделанные по европейским стандартам, но этого не случилось. И, судя по всему, перевод из Лефортова не планируется. СИЗО Лефортова известен как один из наиболее суровых изоляторов столицы. Сергей Морозов, Артевиай. Неудачей завершилась первая в истории Почты России попытка доставить посылку беспилотникам. Дрон с двухкилограммовым грузом врезался в дом после взлета. Аппарат должен был преодолеть примерно 50 километров от Улан-Удэ до села Тарбагатай. Это в Бурятии. По данным местных СМИ, стоимость беспилотника больше 20 тысяч долларов. На дроне была маркировка Почты России. Глава ведомства Николай Подгузов присутствовал при запуске. Однако позднее в пресс-службе Почты России заявили, что его пригласили лишь в качестве гостя. Беспилотник произвела российская компания «Рудрон Экспедитор 3М». Там агентству ТАСС сообщили, что предварительной причиной крушения стало нештатное отключение электроники.